Друзья, приветствую! С вами Александр Демченко. Это означает, что вы на YouTube-каналах Дмитрия Гордуна. В гостях у Гордуна у нас сегодня будет с вами очень-очень интересная беседа. У нас в гостях профессор Валерий Сановей. Валерий Дмитриевич, здравствуйте, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое за приглашение. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Валерий Дмитриевич, лето, стоит жара, и я стал переживать, а как там наш покойничек? Владимир Путин себя пожевает в морозильной камере, в холодильнике. Холодильники же глохнут. Может, он уже завонялся там в конечном счете? Нет, ну этот холодильник, конечно, не отключится от электричества, вы понимаете. Это холодильник государственной важности. Можно было бы его назвать царь-холодильник. Да нет, тело может храниться в таком холодильнике, в принципе, бесконечно долго. Происходит лишь очень медленная, едва заметная мумификация. Но в целом оно сохраняет там кожные покровы, покойник сохраняет сходство с тем, каким он был при жизни. То есть в этом отношении ничего такого сверхъестественного не происходит. То есть фараон остается фараоном, да? Да, я справлялся. Ну, только за одним исключением, досадным исключением, что вместе с ним не похоронили его ближайших сподвижников и слуг. Наверное, это было бы правильно. Наверное, мир бы тогда вздохнул с облегчением. Да, но вы говорите, вы справлялись, да, вы узнавали. У патолога-анатомов они сказали, ну вот специальные холодильники, да, там тела могут лежать очень долго. Они говорят, что вообще не проблема. Валерий Дмитриевич, Акабаева где? С ним лежит или она гуляет своей жизнью? Нет, она живет в той резиденции, где находится ее муж. То есть даже после его смерти. Смерть не разлучила их, понимаете? Хотя у нее друг новый, это сотрудник ФСО. И она, в общем, счастлива, как уверяют злые, но осведомленные языки, счастлива с этим сотрудником. Все у нее нормально. То есть она получила достаточно, чтобы молчать о произошедшем. Равным образом, как и его дочке. Дочке покойник. А, кстати, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, вот эти вот женщины, которых он так называл, это действительно дочери? Да, это действительно дочери, но я внесу, я уже говорил, по-моему, у вас в эфире, некоторые пикантные уточнения. Мария Воронцова ему не родная дочь, не биологическая. Она рождена в браке Людмилой Путиной, но это не его родная дочь. Она рождена другому мужчину. Но это прямо сенсация. Да, это никакая не сенсация, это, в общем, хорошо в Москве знают. А как они относятся к двойнику? Какие у них отношения? Понятия не имею, но у них не может быть никаких отношений, потому что двойник находится в изоляции. Он фактически находится под арестом. Ему не позволяют ни с кем общаться, за исключением так называемых публичных выходов, когда он должен примерять на себя маску президента Путина и играть роль президента Путина. И он жалуется на то, что ему очень одиноко, скучно. Раньше, там, бывало, к нему привечали женщин, что очень интересно, да, что это всегда было ночью, чтобы они не видели его лица. Ну, а вот я не знаю, как сейчас, но, по крайней мере, какое-то время тому назад ему было отказано и в этом удовольствие. А почему? Ну, видимо, чтобы случайно не сболтнул чего-нибудь. Ну, это же классическая история железной маски. Другое дело, что эта железная маска, да, она выведена на поверхность. И наглость этого мероприятия настолько значительна, что оно, видимо, не имело равных в мировой истории. Да, наверное, и не будет иметь никогда в мировой истории равных. Это надо обладать очень изощренным умом, чтобы придумать подобные вещи. Но человек, который придумал подобную вещь, кстати, он и погиб. Точнее, был убит. Да вы что? А кто это был? Генерал Зиничев, глава МЧС Российской Федерации. Который случайно погиб, когда поднимался в горы, да? Нет, он не случайно погиб, его расстреляли. Его и его охранников. И кинорежиссёра, который там находился. По подозрению в подготовке заговора и государственного переворота. Валерий Дмитриевич, я слышал, во всяком случае, ко мне приходили такие слухи, что один из двойников Вадимира Путина, ну вот этого двойника, который сейчас якобы там сидит в Кремле, что он тоже был ликвидирован. Что ликвидировали одного двойника. Это правда или нет? Всегда было два двойника. И когда убили Зиничева, то тогда убили одного из двойников. Ну, того, который больше всего подходил на президента Российской Федерации. И, в общем, президента уже замечал на некоторых публичных мероприятиях. Потому что предполагалось, что... Ну, на самом деле, насколько мне известно, поначалу это показалось фантастическим, потом спустя уже какое-то время удалось выяснить реальную подоплёку. Ну, да, она была правдива. У Зиничева была идея изолировать действовавшего президента, вместо него выдвинуть двойника. Двойник должен был подписать указы о новых на государственных назначениях, а курс страны должен был быть радикально изменён. И вы знаете, что стало одним из аргументов против Зиничева? Это совершенно потрясающе. Но он же там тоже был личным адъютантом Путина, как идиот. Что Зиничев стал читать Толстого и Достоевского. И в больших количествах. И вот это, когда рассказали действовавшему в тот момент президенту, это его очень напрягло. Потому что вот с точки зрения этой породы людей, это очень плохой признак. Ну, типа совесть у человека проснулась и вообще нормальный пацан не будет читать Толстоевских. А этот друг генерал генералом, а взялся читать. Те люди, которые его знали, и с которыми я общался, они его характеризовали как очень надёжного товарища и добропорядочного, вообще, насколько это возможно, человека. Добропорядочного, я подчёркиваю. Вот такая фантасмагорическая история. Так что история с двойником, в общем, она отчасти принадлежит его уму. Ну, понимаете, тут дело не в том, что используют двойника. На самом деле двойники были и у покойного Бориса Николаевича Ельцина. Да они у всех были, и у Сталина они были. Да-да-да, их использовали, да, в целях без... Речь шла о том, чтобы использовать двойника в политической игре, это очень важно. То есть его выставить, вывести на первый план, чтобы он стал замещать действующего президента. И вот говорили, что отчасти, а может быть полностью, эта идея принадлежала Зиничеву. Ну, видимо, он уже тогда левел какие-то свои коварные замыслы, в кавычках или без кавычек. Потому что, когда речь идёт о государственном перевороте или заговоре в России, здесь, знаете, как в 30-е годы, очень трудно понять, что является действительным, а что фальсифицированным и высосанным из пальца. Но в случае с Зиничевым, скорее всего, была реальная подоснова. Валерий Дмитриевич, вы знаете, быть может, вскоре в России передумают и эту историю с двойниками каким-то образом закроют, как и с Путиным. Я почему спрашиваю? У нас есть хороший артист в Украине, он ищет работу. Очень обаятельный и потрясающе, знаете, у него амбиции политические. Алексей Арестович его зовут. Может, его кто-то сделает президентом России, и мы закроем, наконец, этот вопрос? Ну, вы понимаете, Алексей Арестович в России, он признан экстремистом, террористом, кем-то там еще, я не знаю. Это первое. Второе. Ну, чего вы взяли, что он нужен Российской Федерации, Александр? Не нужен. Вот у меня ощущение, что он ни Украине не нужен, ни Российской Федерации. Я сразу подчеркну, это не вопрос оценки человеческих интеллектуальных качеств Алексея Арестовича. Это вопрос того, что можно было назвать соответствием общественному и политическому запросу. Вот с этой точки зрения он никому не нужен. Валерий Анатольевич, ты недавно давал интервью в Собчаке, а чего хотел у вас спросить? Ксения Анатольевна вошла, мы знаем, некоторое время назад в клинч, в конфликт с Чемизовым. С ближайшим соратником Владимира Путина он отвечает за оружие, за русский. Чем это всё закончилось? Потому что я слышал, что Чемизов просто её уничтожал, как только мог, и не жалеет, и не собирается жалеть Ксению Анатольевну. Чем этот конфликт закончился, если закончился в принципе, и что ждёт Собчак? Я не думаю, что Ксении Анатольевне что-то угрожает. У неё есть очень хорошие друзья в российской элите, это отнюдь не только генерал Золотов, есть и другие друзья, это первое. Второе. Вот та интрига, которую вы описали, насколько я знаю, не вполне соответствует действительности. Я не думаю, что у неё плохие отношения сейчас с Чемизовым. У неё плохие отношения с другой группой в российской элите, ну, с чекистами в первую очередь. Я не знаю, почему, я никогда этим особо не интересовался. Возможно, это некая инерция, связанная с их отношением к её отцу. Возможно, ещё какие-то другие обстоятельства. Но с Чемизовым у неё как раз были неплохие отношения. И если речь идёт об истории с телеграм-каналами, где был задействован, ну, в общем, и Чемизов тоже, то, в самом деле, это была комбинация, которую как раз щекисты очень хорошо разыграли. И это вызвало гнев Сергея Викторовича, потому что его выставили злодеем. Он таковым, опять же, по российским меркам и не является, и таковым себя не считает. Ну, вот они выстроили такую комбинацию, где он оказался якобы виновен, хотя это совсем не так, в жестоком преследовании ведущих телеграм-каналов. Так что, Александр, это не то, чем кажется, понимаете? Я поэтому вас и спрашиваю. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И ещё много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А ещё там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и ещё много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим ещё. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту! Валерий Дмитриевич, что сейчас более всего обсуждают в Кремле? Какой вопрос является сейчас самым важным, самым серьёзным? Какая проблема сейчас лежит, что называется, на поверхности, которая действительно беспокоит политбюро, которая действительно беспокоит людей, которые сидят в Кремле и около Кремля? Я вам сразу скажу, это не проблема российско-украинской конфронтации. Это не проблема отношений России с Западом. Это проблема преемственности власти, во-первых. То есть, кто осенью возглавит Россию. И вторая проблема – это перспектива социально-экономического кризиса, которая связана с санкциями. Потому что с точки зрения монетарных властей Российской Федерации, в первую очередь с точки зрения главы Центробанка Набиурины, ситуация приближается к катастрофической. И с её точки зрения эта катастрофа осенью может развернуться. Я понимаю, что здесь есть, наверное, доля некоторого преувеличения, потому что Эльвира Сахиб задовна не хотела бы нести всю полноту ответственности. Зато, в общем, в чём она не виновата, это правда. Да. Ну, никак. И которая приложила свои недюжинные профессиональные знания и таланты для того, чтобы отсрочить эту катастрофу. И казалось, что её удалось избежать. Но сейчас, с точки зрения и её, и её заместителей, и аналитиков Совета Безопасности, в общем, кризис неизбежен социально-экономический. То есть, вот тех людей, которые составляют сейчас правящую верхушку России, интересуют два вопроса. Первое. Как овладеть полнотой власти, или, по крайней мере, сохранить свои позиции. Второе. Как избежать катастрофы, которая может обрушить на них всё это здание довольно хилой российской государственности. Которое казалось такое, это здание казалось незыблемым, мощным, прочным. Ну, вот выяснилось, что это не так. Вот это их больше. Я вас могу уверить, что их нисколько не интересуют бои, которые идут в Харьковской области. Вообще нисколько. Это интересует только генштабистов. Ну, и в какой-то степени интересует Патрушева, поскольку он отвечает за эту часть, он курирует военных. А всех остальных это не занимает. Точно так же, когда развернётся борьба за власть, она войдёт в критическую фазу, их совершенно не будет интересовать ни судьба Донбасса, ни судьба Харьковской области. Я думаю, даже судьба Крыма, по большому счёту. А когда этот процесс, это борьба за власть? Осенью. Осенью. Мы ожидаем, что это случится осенью. Может быть, ранней осенью, может быть, поздней осенью, то есть уже ближе к зиме. Но с точки зрения тех людей, которые не наблюдают процесс, а именно включены в него, это очень важная отличие. Вот я наблюдатель процесса. Моё участие в нём сугубо косвенное. Оно есть, но оно косвенное. А те, кто включены плотно, они считают, что осенью. Они уверены, что это неизбежно. Но в данном случае я могу лишь согласиться с ними. Путин, человек, который сидит в Кремле, этот образ, это хромая утка сейчас? Да, безусловно. Со всех точек зрения от него хотели бы избавиться, но не очень понимают, как это лучше сделать. Понимают, что чем дольше он сидит, тем больше рисков, потому что надо быть уже совсем каким-то странным человеком. Это я мягко формулирую. Человеком, которому судьба бросила непреодолимый интеллектуальный вызов, чтобы не видеть качественное различие в поведении. Особенно это хорошо и наглядно проявилось. И поведение, и внешность во время визита так называемого Путина к своему северокорейскому визитию товарищу Ким Чен Ину. Ну, это просто фантастически. Фантастические отличия под обострастный вид, под обострастная манера, неуклюжее хихиканье, чтобы понравиться. Но никогда живой Путин себя подобным образом вести не мог. Это абсолютно исключено. А попер чего туда Ким Чен Ину? Важно. Две вещи важны. Но первое, хотя первое я называю, это не означает, что это важнее. Значит, первое – это символически презентационная часть, показать, что Россия не находится в изоляции. Но в этом смысле более важен был даже визит во Вьетнам, который, с практической точки зрения, не имел вообще никакого значения. Вьетнам все просто умолили. Вот просто умолили. А и военный аспект, он важен. Россия критически нуждается в северокорейских боеприпасах, в артиллерийских снарядах и ракетах малой дальности. Северокорейцы их поставляют, северные корейцы, в изрядном количестве. Да, с ведома Пекина. Это все правда. Но без них Россия не сможет вести интенсивные военные действия либо за тюрьмой припасы. Друзья, спасибо большое, что вы на наших YouTube-каналах. Подписывайтесь, Дмитрий Гордон, в гостях у Гордона. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Валерия Соловья. Обязательно это делайте. Смотрите, как можно больше лайков и комментариев уже по этой нашей беседе. Если вам будет сложно не в МАГАТУ искать YouTube-канал Валерия Соловья в YouTube, мы ссылку выложим внизу в описании. Поэтому вам просто взять, кликнуть и перейти, и подписаться. Ничего сложного в этом нет. Валерий Дмитриевич, скандал в Министерстве обороны. Пропала бывшая заместительница Шойгу, правая его рука, которая отвечала за то, куда перетекают и каким образом все деньги Министерства обороны в бытность Сергея Кожугетовича. Шевцова её фамилия. И более того, говорят, что она вообще выехала во Францию, что она испарилась именно в том направлении, именно в этой стране. Как вы считаете, то, что произошло, вот эта пропажа Шевцовой, это что? Это какая-то попытка Шойгу отомстить, быть может, Путину, или за этим кроется какой-то другой интерес, какая-то другая история? Знаете, Шойгу никому отомстить не может, даже, собственно, идти. Ему бы вообще самому остаться на свободе и в живых. Это для него задача максимум сейчас. И она, я не уверен, что имеет решение. Это первое. Второе. Я вообще далеко не уверен, что госпожа Шевцова пропала в неизвестном направлении. Точнее, пропала в направлении Запада. Учитывая, как военная контрразведка следила за руководством Минобороны, и всем стало было понятно, что Шевцова один из кандидатов на задержание, я не исключаю, что она сейчас даёт признательные показания, находясь в неких помещениях. Причём это совсем не тюремные камеры. Я напомню по аналогии с генералом Суравикиным. Его не держали, допустим, ни в каких тюрьмах. Его держали на специальной квартире, где с ним вели нелицеприятные беседы. После этих бесед он, по-моему, три недели восстанавливался, чтобы его можно было бы показать людям. Так что я не исключаю, что с госпожой Шевцовой ведут такие... Те же самые люди ведут те же самые разговоры. Но их интересует, конечно же, не участие, как в случае с Суравикиным, в мятеже, в реальном военном мятеже Евгения Пригожина, а вот где находятся деньги. Огромные деньги они хотят знать. Где деньги, да? Путинская известная. А? Где деньги, Зина? Где деньги, Зина? Путинская известная. Ну да, да. Как цитата из знаменитой песни Высоцкого. Вот они хотят знать, где находятся деньги. Пою, Татьяна зовут. И плюс, какие связи были, как эта схема работала. Это же бесценный материал. Ниточка будет же дальше-дальше раскручиваться. Они, эти люди, очень убедительны. Когда они начинают спрашивать, Александр, я могу вас уверить, что вы расскажете им всё. Буквально всё. И всё, что вы знали. И всё, чего вы успели забыть. Хорошо, что я ничего не знаю, Валерий Дмитриевич. Даже то, чего вы не знали. Ну нет, мы же всё-таки не имеем в виду себя, правда? Мы имеем в виду людей, которые действительно знали, причастны к крупным активам были. Ну, помилуйтесь, там финансирование Министерства обороны, когда началась программа перевооружения, большая программа перевооружения российской армии, она там исчислялась сотнями миллиардов долларов. Выяснилось, что большая часть, а может быть, большая часть этих денег была расхищена. Но вы же понимаете, что эти деньги сохранились, а не где-то осели. Ну, допустим, с Шойгу легче. Его активы находятся в России, это известно. Ему, правда, ещё не задавали вопросы с пристрастием, а может быть, и не будут задавать. Может быть, он всё сдаст добровольно, разоружится перед партией, покается, как говорилось, в 30-е годы. А некоторым надо задавать вопросы, так сказать, наводящие, с подходцем, обращаться с этими людьми. Так что я совсем не исключаю, что на самом деле она находится не на Западе, ну, может быть, на Западе Москвы. Валерий Ильич, ну давайте, допустим, хотя бы 1% допущения сделаем, что она всё-таки выехала. И если это произошло всё-таки, то это серьёзный удар будет по власти, по Путину, по Кремлю? Да, ну это было бы ударом, если бы это сопровождалось публичными заявлениями, публичными разоблачениями чека, которые находятся на Западе. Тогда это было бы ударом, понимаете? Репутационным ударом очень мощным. Но она же знает всё о деньгах, она же знает всё о перетолках, то есть это же ещё и хорошая информация. Да, ну знает, ну и что? Значит, те люди на Западе, которые по долгу службы наблюдают за российской элитой, они тоже, поверьте, много знают. И часть элиты с ними сотрудничает. Ну, по крайней мере, часть сотрудничает. И, допустим, британцы говорят, что никогда не было у нас такой прекрасной возможности вербовки, как последние два года. По понятным причинам, потому что многие люди хотят для себя создать запасные аэродромы и получить гарантии безопасности. Они понимают, что у них земля горит под ногами и на Западе, да, ну и в Российской Федерации может загореться. Поэтому им надо получить какие-то гарантии. Они предпочитают иметь дело именно с британцами. Это очень важно. Считают, что британцы – это джентльмены, которые выполняют свои обещания. Не то, что американцы не выполняют. Это было бы неправда. Они тоже выполняют. Но они вас в результате по программе защиты свидетелей где-нибудь замуруют в каком-нибудь Арканзасе. Ну и сиди там всю оставшуюся жизнь. Ты хотел наслаждаться ею? Да нет. Бувшь там где-нибудь среди кукурузных полей, бескрайних кукурузных полей, находиться. Домик в прериях, да, на границе кукурузы. А что ждет Шойгу? Да, это немного очень, понимаете. Здесь была бы важна именно политическая часть. Не, собственно, то, что касается там знания чистого. Хотя, конечно, представляет интерес. А что вот высокопоставленный функционер Министерства обороны выбрал свободу, перешел на сторону сил света, как любит известный российский политолог Сергей Марков говорить, цитировать. Ну, надо оказаться на правильной стороне истории. Оказался на правильной стороне истории. Согласитесь, это произвело бы довольно серьезные пропагандистские эффекты. Ну, и этого эффекта нет, потому что, по-видимому, нет и предмета, который мы с вами обсуждаем. Точнее, все, с моей точки зрения, иначе. Я, еще раз, я точно не знаю. В данном случае высказываю свои предположения. Но просто если бы она действительно ушла на Запад, наверное, я бы уже об этом знал. Поэтому у меня скепсис. Я думаю, что это как раз может быть дымовая завеса, запущенная другим. Потом она вдруг объявится, слегка исхудавшая и помятая. Он говорит, я отдыхал. Лечим. У меня был курс лечения. За мной Майдан. За мной Крещатик. Главная улица Киева. Столица независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской, фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира. А еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Валерий Дмитриевич, почему Путин взялся за клан Шойгу? Почему он убрал Шойгу и взялся за его клан на самом деле? Слушайте, ну это не Путин взялся. Здесь очень важно понимать. Потому что Путин мог бы взяться за Шойгу в марте 22-го года. Но он бы взялся за него не так, чтобы арестовал или посадил. Он бы с ним расправился. Жизнь в Шойгу тогда висела на волоске. Шойгу это знает прекрасно. Потому что богатырское сердце ту венца прекрасного могло остановиться в любой момент. В марте 22-го года. Путин не любит выносить ссоры из СБ. В то время как чекисты и в первую очередь Патрушу вам предлагали. Нет, ну так нельзя. Надо, чтобы эти люди ответили. Надо взять, устроить чистку и показать всем, что мы беспощадно расправляемся со взяточниками, идиотами и тем самым потенциальными предателями. Путин на такое решение не способен был вообще. Но когда его не стало в живых и к власти пришел, по крайней мере отчасти, Николая Платоныча Патрушева, его программа и стала реализовываться. Программа чисток это программа Патрушева. Я вот время от времени провожу свои закрытые мероприятия. Я рассказывал об этой программе Патрушева еще в ноябре прошлого года. Я рассказывал о том, что будет чистка Минобороны, что будет чистка МВД. В феврале этого года я сказал, что снимут Шойгу, снимут всех или почти всех его заместителей, потом возьмутся за Министерство внутренних дел, а потом перейдут к другим силовым ведомствам. Это было известно. Ну как? Очень узкому кругу очень посвященных людей. Вот в число, у которых вошел и я. Валерий Дмитриевич, я тогда спрошу у вас вдогонку, если мы уже говорим о клане Шойгу, потому что клан Шойгу это же не только представители Министерства обороны. Мы видели с вами два очень странных теракта. В Кроку в Ситихоле и в Дагестане серия терактов недавняя. Московская область это Воробьёв. Это представитель, губернатор Московской области, Воробьёв это представитель Шойгу. Его отец, один из лучших друзей Шойгу. По системе ещё МЧС они были знакомы. Сразу после теракта в Крокусе за людей Воробьёва взялись и очень серьёзно взялись. В Дагестане Меликов, генерал-полковник, который полжизни провёл, и он был связан с вопросами контртеррористических операций в Северо-Кавказском округе. Это тоже человек Шойгу. То, что происходило, вот эти теракты связаны непосредственно с тем, что пытаются уничтожить Шойгу и его клан, и его людей. Или это связано с другими какими-то вещами? Может быть, это какие-то вообще разборки внутри чекиста, например? Нет, террористические акты не связаны с хитро задуманной игрой. Там нет никакого смысла, кроме прямого. И нет никакой другой завалированной, скрытой подоплёки. Нет ни второго, ни третьего, ничего подобного. Это то, что могло произойти, исходя из самой структуры ситуации. И это случилось. То, что касается терактов в Крокусе, дело в том, что так называемые спящие ячейки исламистов на территории России контролируются большей частью ФСБ. В подавляющем большинстве они контролируются ФСБ. Они ФСБ, если не напрямую создавались, то с ведомым. А периодически мы читаем сообщения о том, что чекисты обезоружили, обезвредили, и при попытке задержания все были ликвидированы. Это действительно спящие ячейки, которых время от времени выводят не в публичное пространство, а в расход. Но вы же знаете, что когда вы кажетесь сами себе кукловодом, и вы всех решили, что вы перехитрили, всегда находится кто-то, кто перехитрил вас. И у этой спящей ячейки, действительно была спящая ячейка, нашелся лихой куратор, не из конторы совсем, а как раз действительно из того самого подразделения ИГИЛ, не к ночи оно будь помянуто, и которое в России запрещено, который осуществил террористический рак. Так что все это предельно просто. А в Дагестане, ну, там почва и без этого всегда была. Просто, понимаете, если внимание концентрируется в одном направлении, в данном случае это направление Украины, то оно не может не ослабевать на других направлениях. То есть мы можем сказать, что террористы вышли из-под контроля ФСБ, если мы говорим об этих двух терактах? В первом случае Крокуса да, во втором случае нет. Это было следствие действительно внутри дагестанских причин, и то напряжение, которое там зрело, об этом все прекрасно знают в Дагестане, что эти вещи существуют, это прорвалось вот в таком уродливом виде, в уродливо-кровавом виде. Но это могло произойти раньше, это могло произойти позже, но вот есть вещи, которые просто происходят, ибо они заложены в структуре ситуации. Понимаете, это как раз симптом, с моей точки зрения, того, что в России начинается кризис. Дело в том, что есть места в Российской Федерации, где кризис проявляется раньше всего, и, конечно же, это место Северный Кавказ. Там выше напряжение, там целый клубок проблем, не только социальных, политических, но и этнических, и религиозных. Где тонко, там и рвется, где высокое напряжение, оно там прорвалось. И начинается хаотизация Северного Кавказа. Я думаю, что она перекинется на Россию. Не с Северного Кавказа, просто сам процесс по себе этот, как говорил Горбачев, процесс пошел. Я думаю, что он пойдет и будет происходить хаотизация государственной ткани. Вот, допустим, последние заявления Бастрыкина, в частности, та часть его заявлений, которые были направлены против Госдумы, или Госдуры, как он сказал, это на самом деле подрыв легитимности государственной власти. Ну, Александр Иванович об этом не думал, у него были другие мотивы, но с точки зрения... Да очень простые, помилуйте. Вот все то, что он сказал, борьба с миграцией, восстановление смертной казни, ведение государственной идеологии, все это часть программы Патрушева. А я вам говорил несколькими минутами раньше, что по программе Патрушева предполагается чистка силовых структур. Александр Иванович Бастрыкин стоит во главе Следственного комитета. И для того, чтобы оказаться, так сказать, сохранить свою должность, у него есть для этого основания, но есть формальное основание против, ему 70 лет. Надо оказаться в тренде, в мейнстриме. Вот он говорит то, излагает то, он выступает фактически фронтменом чекистского лобби. Вот он выступил фронтменом. Это первое, второе. Там же, понимаете, какая еще есть такая интересная штука, она связана с российской политикой, о ней не любят говорить, но она играет важную роль. Ну, глава Российской Госдумы имеет прозвище Нигей Володин. Да, да, я помню эти пары. Да, да. И он глава, не глава, он один из лидеров российского голубого лобби. Именно лобби в государственной власти. Оно очень сильное в России, очень разветвленное, по крайней мере, два вице-премьера принадлежат этому сообществу, несколько министров, высокопоставленные сотрудники ряда ведомств, администрации, президента, чекистам, все это категорически не нравится. Не то, чтобы они были гомофобы, это все-таки не совсем так. Они считают, что эти люди потенциально уязвимы для вербовки. Эти люди руководствуются презумпцией лояльности меньшинству, а не государству, то есть своей группировке. Поэтому от них на государственных должностях надо избавиться. по кому надо нанести удар? Ну, по тем, кто слабее. Начать надо со слабого звена. Слабой звенос к точке зрения, но видное при этом, это Володя. Это очень важный, чтобы вы знали, очень важный, хотя и скрытый аспект российской политики. Нет, это я понимаю. Как раз тогда вопрос вдогонку смертная казнь. Они вновь заговорили. Я прекрасно помню, что когда Путин начинал готовиться к большой войне в 17-18 годах, он уже тогда говорил о том, что смертную казнь может и стоило бы в определенные моменты вернуть. Но, как вы считаете, сейчас смертная казнь, в ближайшее время может быть восстановлена в России? осенью этого года. Осенью этого года ее предполагается восстановить. И когда я слышу... То есть, когда начнется процесс мобилизации, когда будут введены военные... Если будет мобилизация, сейчас это непонятно, это будет решаться на рубеже лета, осени. Пока что, сейчас, естественно, ее не будет. И, возможно, удастся ее избежать. По крайней мере, есть люди в российской власти, которые не хотели бы мобилизации. Но военная... Прошу прощения. Смертная казнь, она не связана с мобилизацией. Она связана с другими причинами. Значит, первая причина... Ее хотят первым делом применить против тех политзаключенных, на которых висит статья обвинения в госизмене. То есть, вести по отношению к изменникам Родины. Там понятно, кому первому это может коснуться. Ну, скажу без обвиняков. В коллективе Карамурзе. Это первый кандидат. Плюс там еще пара-тройка человек. И второе, они хотят этой статьей пугать всех чиновников. потому что очень легко с помощью... Ну, сейчас что там? Да, срок, конфискация. А тут исключительная мера наказания. Высшая мера наказания. Они считают, что это будет очень действенная мера дисциплинарного контроля, инструмент их влияния. Моя точка зрения это ошибка, это заблуждение. Ну, что значит моя или ваша точка зрения для людей, которые считают, что они все превзошли? Есть такая замечательная французская поговорка «большие посты научают большие умы». Это очень большие умы уже в итоге образовались. Они всерьез намерены осенью восстановить смертную казнь. Когда я слышу там заявление Зорькина, что ах, это действующая конституция не позволяет отменить мораторий и прочее, я могу вам сказать, если грубовато, но с большевистской прямотой, они с большим прибором клали на конституцию, на Зорькина и на всех, кто против них выступает. Я имею в виду из числа вот таких вегетарианцев, пытающихся поднять голос разума, здравого смысла и остатков гуманности, защиты гуманности. Нет, они всерьез намерены. Я не знаю, все-таки они сделают этот шаг или нет, но намерения у них самые серьезные. Валерий Дмитриевич, Герасимов. Пропал куда-то снова генерал Герасимов. Говорят, он ужасно пьет, спился. И причина очень интересная. Из-за того, что очень многие кураторы в ФСБ, как вот объясняют, поменялись сейчас на направлении Министерства обороны и Российской Федерации, в том числе эти люди, которые его курировали, они не очень-то уже и хотят им заниматься или не могут им заниматься. И говорят, место под ним тоже шатается. Что-то подобное слышали? Ну, то, что кресло под генералом Герасимов шаталось, это правда. Это не просто слухи, это чистая правда. Его хотели убрать, но после того, как на него выдали ордер, в общем, Гага ему сослужила невольно служба. Что касается его склонности, приверженности к зеленому змию или к русской сыворотке, правда, но он пьет коньяк, правда. Он не водку пьет, он пьет коньяк. И я бы сказал, в худшие или лучшие времена, зависит от точки зрения, он начинал утро с того, чтобы выпивал два 150-мм стакана коньяка. и после этого он приступал, организм восстанавливался. Я не шучу. Что сейчас, ну, я думаю, учитывая то напряжение, которое возникло, напряжение по нескольким линиям, и кадровые чистки, задержания, тем более, готовится серия новых задержаний, если их сейчас нет, это не означает, что от них отказались. От идей, по крайней мере, нет. Там список довольно обширен. Около дюжины генералов и там две-три дюжины высокопоставленных офицеров и Минобороны и Генштаба, значит, это одна линия напряжения, которую не может не вызывать у любого, в принципе, нормального, даже не сильно пьющего человека беспокойства. И вторая, это военные действия, от него требуют, ну, покажи какие-то результаты. Вот он пытается показать. Ну, вот такой типично русской ценой эти результаты оплачиваются, да, как это было точь-точь во время Великой Отечественной войны. Маршалом Жуковым. А при том, что Герасимов очень хороший военачальник, блестящий. Но он оказался в тех рамках, в которых он свои таланты на самом деле реализовать не может. И, кстати, Александр, очень важно знать и иметь в виду, что до конца 21-го года генерал Герасимов был категорическим противником военной операции против Украины. Именно будучи профессиональным военным. Именно. Валерий Дмитриевич, Шойгу и Герасимова Путин или там вот это то, что является предбюром, уберет, ликвидирует? Да, ну, это решает, это будет решаться, видимо, консенсусом. Там ряда элитариев российских, в первую очередь, Патрушева и Чемизова, возможно, кого-то еще, возможно, кого-то из конторы, там, Бортникова, Королева. Да, они хотят от него избавиться. Вопрос в том, как избавиться, то есть взять его просто, подвергнуть аресту, или не позориться, а обеспечить, сказать, самовыпиливание. Да, ну, что-нибудь в таком духе. Пока непонятно. Да, они рассчитывали, рассчитывают осенью от него избавиться. Ликвидация Шойгу и Герасимова может произойти? Ликвидация Шойгу, да, Герасимова, вряд ли. Герасимов нужный человек. Он действительно очень талантлив по всем объективным военным меркам. Такой человек нужен. Да, я вам соглашусь, что вы могли бы сказать, что это военный преступник, но в этом нет никаких сомнений, Александр. Вообще ни у кого. Как и у него самого. Валерий Дмитриевич, что-то странное произошло, с Николай Патрушевым, в всяком случае, так это изображено в медиа российских, и не только российских, западных в том числе, как будто его отставили. Был секретарем СССР, Патрушева, теперь просто помощник президента по кораблестроению, и говорят, что Патрушев потерял всю полноту власти. Так ли это на самом деле? Нет, это абсолютное глубокое заблуждение. Кстати, я вот упоминал там свои закрытые выступления, и в ноябре говорят, что Патрушев планирует уйти в тень после того, как он достигнет принципиальной договоренности о престолу наследия в пользу своего сына. Он в эту тень ушел. Он сам для себя выбрал роль помощника посудостроению, видимо, исходя из своего первого базового образования, он закончил кораблестроительный институт в свое время. Это первое. Второе. Он не потерял ни йоты своего влияния на силовиков. Он по-прежнему остается модератором для силовиков и отчасти, отчасти, не для всех, но неформальным лидером. Другое дело, что это вызвало некоторое непонимание, скажем, во втором и третьем эшелонах российской элиты. Ну, как он, секретарь Совбеза, сейчас Шойгу, да, а что значит? Ну, дело в том, что заседание Совбеза ведет Патрушев по-прежнему. Понимаете? Не Шойгу, а Патрушев. Это ему надо, поскольку это проходит в видеоформате, чтобы люди видели, что он сохранил контроль. То есть, вот то недоумение, с которого вы начали свой вопрос, да, оно действительно повлияло на умонастроение, формировало определенную точку зрения, и Патрушев сейчас вынужден доказывать, что нет, он держит нити влияния по-прежнему в руках. Сын Патрушева стал приемником? А? Сын Патрушева стал приемником? Да, обещание. Ну, вы же знаете, Александр, обещание значит жениться. Да. Я думаю, что и сам Дмитрий Николаевич, и Николай Платонович это понимают, и они тоже готовятся вот к этой самой решающей схватке на осень, поскольку было принято предварительное решение, все мы откладываем до осени, а осенью этот вопрос наконец решают. что надо отодвинуть двойника, и надо наконец получить нормального президента. Тогда логичный вопрос, кто сейчас главный, если мы говорим об этом передбюро, кто сейчас главный в России? Два главных. Можно сказать, Думвират, Чемизов и Патрушев. Чемизов имеет более сильное влияние на социально-экономический блок, в частности правительство, на правительство в целом, на технократов, чекисты, естественно, это силовики, и они пытаются влиять на монетарные власти. Чемизов воспорил их влияние преобладающее. То есть, на Биулина скорее сейчас уже пытается на Чемизова ориентироваться, чем на Патрушева. Вот они, собственно, возглавляют две коалиции. Это ключевые коалиции. Есть еще несколько элитных группировок, еще влияние поменьше, которые лавируют и могут примкнуть к одной или другой коалиции. Как-то вовремя предать, да и не предать, вовсе предвидеть. Ну, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация. Война кланов возможна этой осенью в России? Да, она уже идет. Она на самом деле уже идет. что мы с вами обсуждали, аресты Минобороны, вы спрашивали там клан Шойгу. Это же идет война кланов уже. Она идет уже. Вот то, что я вам рассказывал, как решится вопрос о престол наследии. Допустим, Чемизов, который формально можно сказать госчиновник, глава госкооперации, да, но он, когда Мантурова представлял, он сказал министрам, что вот это ваш премьер-министр, вы должны его слушать, как премьер-министр теперь. Понимаете? Вот что это такое? Как это может быть вообще? Могло ли бы быть подобное, допустим, при живом Путине? Да никогда. Ничего подобного даже близко. А зачем держат Медведева? Почему его так вот особо не трогают? Знаете, вот в королевских дворах Европы, да, собственно, и в царской России были такие шуты, карлики забавные. Но это, знаете, были такие добродушные карлики, а были злобные. Вот Медведев это злобный карлик. Злобный. Он его держит для того, чтобы вот эти запускать посты угрожающие термоядерные, пишет их его помощник, а редактирует их Кириенко эти посты. А слава вся, слава, наверное, в кавычках достается Дмитрию Анатольевичу. Потому что все смотрят, ну вот представьте себе, если речь идет не о России, не о российской элице, допустим, западные наблюдатели, ну это же экс-президент Российской Федерации. Наверное, он выражает влиятельное мнение, он, наверное, глава партии Ястребов, да? Да нет, он ничего мнения не выражает, понимается. А почему его так ненавидят чекисты? Они его не ненавидят, они его презирают. Они его презирают, если есть элемент ненависти, ну я и то сомневаюсь, я сейчас выскажу предположение. Многие из них в свое время ориентировались на Сергея Иванова. Помните, было вице-премьера, а вот Владимир Владимирович выбрал Медведева? Он выбрал по одной простой причине. Сергей бы Иванов никогда свой пост президенту не уступил. И Путин это прекрасно знал. И чекисты бы Иванов в этом поддержали. А Медведева это так, жалкий карлик. Как говорит одна моя хорошая близкий мне человек, он, наверное, и костюмы в детском мире покупает. Хорошо. Не могу вас не спросить о том, что происходит с родственниками Владимира Путина. Если мы так взглянем на ситуацию со стороны, то выглядит очень все странно. Министр энергетики, муж двоюродной племянницы Владимира Путина, сама двоюродная племянница Владимира Путина, уже заместительница министра обороны, отвечающая на поставку. Перед ней почему-то ответствует сам министр обороны Белогус. объездит на ее объект и решает вопросы. Дочери Владимира Путина, говорят, стали получать какую-то власть. Что происходит? Никакой власти у дочери Владимира Путина нет и не будет. У них есть вспомоществование на гигантские суммы. Вот все это, то, что дали дочерям и Алине Кабаеву, заткнуть рот, и чтобы они говорили, что папочка живой, здоровый, все в порядке. Потому что логика формальная какая? Если они выступают на Петербургском форуме, наверное, это указывает на их растущее влияние. А причина совсем другая. Демонстрировать, что он жив. То же самое связанное с назначениями. То же самое с назначением бывшего кемеровского губернатора на пост министра энергетики, с назначением Аннец. Не более того, если кто-то скажет, что это высокая плата, так ведь ставка-то какая? Если вы осуществляете такую грандиозную комбинацию, пытаетесь обмануть не только Россий, но и весь мир. Это фактически попытка обмана всего мира. И обратите внимание, как Эрдоган сторонится любых встреч с Путином. Никакого визита. Ведь российская сторона упрашивала и готова была за это многим заплатить. Он не хочет просто. Потому что потом можно опозориться здорово. Он это прекрасно понимает. Это совсем небольшая плата. за то, чтобы мир признал ситуацию легитимной. Совсем небольшая плата. Надо создать видимость. Эта видимость создается. То есть когда говорят, что Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина, создает какой-то кружок, людям дает власть, дает властные кабинеты, что она якобы поставила и Белоусова, и Дюмина. Все это не соответствует действительности, и она вообще ни на что нет. Но это слух, который выгоден. Но он абсолютно не соответствует действительности. У нее есть ресурсы финансовые, она их получает, власти у нее нет. Никто ей власть давать не собирается. Валерий Дмитриевич, что происходит с Кадыровым? Мы видим постоянно вот эти разные фильмы расследования о том, что он деньги отгребает, о том, как он получил эту власть от Путина, о том, что у него гарем, что у него смертельное заболевание, что он вот-вот умрет. Что происходит? Говорят, что чекисты не любят Кадырова. Да, они его недолюбливали, и его отца, и самого Рамзана Ахматыча они очень недолюбливают. Но у них сейчас с ним сделка. Он обеспечивает, создает, формирует механизм преемственности власти, они этому не мешают. Раз он сам это делает, отлично. То, что он расставляет своих людей, их тоже пока устраивает. Им важно сохранить стабильность в Чечне, тем самым стабильность на Северном Кавказе. А вот потом, думают они, когда мы решим свои проблемы, когда мы получим власть, я имею ввиду когда наш преемник сядет на престол, тогда мы уже будем решать все остальное. Это нормальная сделка, что касается его болезни, да, у него очень серьезные проблемы, но, знаете, что касается прогнозов медицинских, это все вилами на воде писано, как показывает опыт. Последний вопрос на сегодня, Валерий Дмитриевич, вот когда кланы наконец решат, кто из них победитель, когда кто-то получит всю власть, что будет с этим холодильником Владимира Путина, и что будет с тем трупом, который там лежит, и с двойниками его? Я думаю, они все-таки попытаются каким-то образом от него избавиться. Знаете, они совершили ошибку, что сразу не избавились, а сейчас это просто стало затруднительнее, чем прежде. Наверное, будут искать какой-то способ. Что касается двойника, двойнику-то обещаны, конечно, были молочные реки и кисельные берега, я уже говорил, что ему был обещан гонорар 5 миллиардов долларов. Знаете, любой нормальный человек, услышав обещание такого гонорара, понял, что... тут же он бы стримглав бы общался не оглядывать на другой конец света, потому что понятно, что обманут. Не просто кинут, а никогда ты и денег этих не получишь. Еще нож пику в бок воткнут, чтобы ты губенки свои не раскатывал и рот потом закрыть навсегда. Вы сами понимаете, от таких свидетелей избавляются. Что бы они ему там ни говорили, они обещали, убедили, но с моей точки зрения, это как раз и ярко характеризует его интеллектуальный уровень. Но сейчас он уже из игры выйти уже не может. Понимаете, всегда есть надежда на везение и на неожиданный разворот обстоятельств. А представьте себе, что в ходе политикового кризиса одна из группировок, приходя к власти, говорит, окей, мы хотим проститься со всем прошлым, с режимом Путина, вы бесценный свидетель. Вот вы всё это будете рассказывать, сидя на скамье подсудимых. Не в ГААГе. У нас, в Москве. Вы же представляете, что это будет за процесс? Дело в том, что многие на Западе, многие на Западе готовы были бы заплатить что угодно, чтобы такого процесса не было. Это очень важный актив. Очень важный актив. Друзья, спасибо большое, что вы всё это время были с нами. Подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях. У Гордона, пожалуйста, подписывайтесь на YouTube-канал Валерия Соловья, сделайте это обязательно. Оставляйте как можно больше лайков, комментариев под наши беседы и, конечно же, кликайте на колокольчик для получения новых уведомлений о наших видео. Их будет больше, 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 больше дня до дня. Валерий Дмитриевич, спасибо большое, что были с нами сегодня. Спасибо большое за приглашение, Александр. Спасибо большое уважаемым зрителям и слушателям. До свидания.